Сегодня в Краеведческом музее открылась уникальная выставка художника Марка Шагала. Наш соотечественник свою вторую родину обрел во Франции. Там создал большую часть своих работ. В Хакасию привезли более 60 литографий и иллюстрации к Ветхому Завету. На открытие побывала Олеся Калиниченко. Творчество Марка Шагала немыслимо вне религиозного контекста. Однако сам мастер неоднократно заявлял, что ни в церковь, ни в синагогу он не ходит. Постов не соблюдает, молитв не читает. Работа «Вот моя молитва» пояснял свою позицию Марк Захарович. Однако на сегодняшний день он единственный художник, авангардист, так трогательно и искренне коснувшийся библейской тематики. Мы надеялись, что мы уже в новом музее сможем разместить эту выставку. Пока еще не готовы, но я думаю, здесь пространство позволяет сделать ее камерной, комфортной. И для этого есть все необходимое, чтобы выставка состоялась. Для нас ведь еще очень важно, чтобы открытие выставки состоялось в канон светлого пасхального воскресенья, который мы ждем и готовимся. Поэтому это замечательный подарок всем православным, да и вообще всем, наверное, любителям искусства. Проиллюстрировать Библию Марку Шагалу предложил его знакомый издатель. В поисках вдохновения художник совершил поездку по Сирии, Египту и Палестине. В 30-40-х годах он создал более 100 черно-белых работ в технике станковой графики. В 50-х Шагал открывает для себя цветную литографию, и эта техника становится наиболее близкой художнику. Искусствоведы говорят, что Библия жила под кистью художника, а так ярко, празднично Ветхий Завет еще не изображали. Чтобы по-настоящему получить удовольствие от выставки, культ походу необходимо готовиться. Почитать его биографию, почитать о его творчестве и понять, что это имя значит вообще для мировой культуры, для мировой истории искусств. И тогда уже возникнет так называемый эффект узнавания, и придя на выставку, зритель увидит не абстрактные цветовые пятна, он уже придет как к знакомому, он придет как к художнику, который задел его чем-то. И восприятие совершенно будет иное. Каждая работа сопровождается библейским текстом, а специально написанная к этому проекту музыка позволяет лучше понять творчество и мировоззрение художника. Выставка будет экспонироваться в Национальном краеведческом музее два месяца до 16 июня. Олеся Калиниченко, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.